Прокуратура требует от город-администрации улучшить освещение Тамбова. По оценкам автоинспекторов, тусклые фонари на многих дорогах Тамбова провоцируют аварийность. Кроме того, график включения и отключения уличного освещения не соответствует стандарту. В списке плохо освещенных улиц и обновленная Карла Маркса с новыми фонарями по темной улице проехала Валентина Слукина. Ремонт дорожного полотна на улице Карла Маркса Тамбовчане ждали много лет. Два года назад, кроме проезжей части, преобразилась и улица в целом. Особый шарм городу придали диковинные для автодороги фонари. Днем они радуют глаз, а после заката профпригодность декоративных светильников сводится на нет. Они освещают лишь одну сторону улицы. Ровный асфальт позволяет разогнаться на Карла Маркса до 60 км в час. Но с наступлением сумерек водители здесь напротив чувствуют дискомфорт. Евгений старается по ночам не садиться за руль. Вечером очень плохая освещенность и пешеходов очень плохо видно. Особенно одна половина плохо практически вообще не освещена. И когда едешь, пешеходы зимой одеты в темное и практически замечаешь последний момент. То есть применяешь резкое торможение. Такая проблема на всей протяженности улицы. В декабре тусклый свет на Карла Маркса стал одной из причин наезда на пешехода. В 6 утра под колеса иномарки попала женщина. Водитель слишком поздно ее заметил и не успел затормозить. От полученных ранений пожилая женщина скончалась на месте. Не повысили безопасность и новые фонари. Установленные лишь по одной стороне улицы они не в силах охватить всю проезжую часть. К сожалению, предусмотрели освещение только по одной стороне. Данные светильники они не предназначены для освещения уличной дорожной сети. Возможно, предназначены для парковой зоны. Здесь как бы рассеиватель не позволяет полностью осветить проезжую часть. Автоинспекторы измерили уровень освещенности Карла Маркса. По ГОСТу в границах дороги прибор должен показывать не менее 20 люксов. Непосредственно под фонарями 70. Но стоит отойти за середину дороги. Показатель освещенности стремится к нулю. С этой стороны, с которой отсутствуют светильники, показатели практически нулевые. Усугубляет положение ночных водителей выключение света по утрам раньше нормы. Руководство Дирекции благоустройства, которое отвечает за освещение, темные пятна в городе объясняет изменениями погоды. Работаем мы согласно графику, который утвержден главой администрации города. Иногда бывает такой момент, что кажется, что немножко темновато. Но такое подгадать тоже практически невозможно в связи с тем, что пасмурно, низкая облачность. И в этот день получается, как будто немножко не хватает освещенности. А в три ночи фонари в Тамбове не вовсе выключают. Город экономит на этом более 40 миллионов бюджетных рублей. Эту цифру назвал представитель комитета городского хозяйства Александр Мартынов в своем интервью газете «Город над сне». Этот положительный для казны момент отрицательно сказывается на безопасности. Плохая видимость на дороге провоцирует аварии, говорят автоинспекторы. В текущем году у нас на улице Карл Маркс произошло 26 дорожных транспроисшествий, связанных с наездом пешеходов. 11 из них, практически 50 процентов, произошли в темное время суток. По подсчетам ГИБДД, в Тамбове около 90 участков дорог с плохой видимостью по ночам. Почти треть из них вообще без фонарей. Этим темным делом занялась прокуратура. В ходе проверки было установлено, что часы отключения наружного освещения в городе, утвержденные графиком на 2013 год, не соответствуют требованиям ГОСТа. Иными словами, освещение искусственное отключается раньше, чем это возможно. Кроме того, были выявлены нарушения в части освещенности проезжей части некоторых автомобильных дорог. На устранение нарушений прокуратура отвела месяц. А у городской администрации эта работа в планах двух ближайших лет при условии своевременного финансирования. Валентина Слукина, Евгений Михеев, Сергей Клишин, Илья Минин и Александр Малинин. Область новостей.